Продолжение следует... Продолжение следует... Как считают в департаменте статистики, годовую инфляцию может компенсировать уменьшение цен на транспортные услуги на 3,5%, хотя выглядит эта компенсация неравноценной. Мы не вернулись даже на докризисный уровень потребительского спроса, а нет потребительского спроса. В результате вот этой самой инфляции сдержек нет рабочих мест, поскольку экономика наша сервисная, и поэтому, конечно, нам как воздух, как жизнь нужна специальная программа борьбы с бедностью, которая в том числе должна включать и соответствующий раздел поддержки ценовой малообеспеченных слоев населения. Также обычного жителя Эстонии в последнее время волнует тема, откуда регулярно появляется информация, что средняя зарплата по стране растет. Ведь зачастую это мало кто чувствует. Есть у экономистов ответ и на этот вопрос. Я должен сказать, что все-таки реально средняя зарплата действительно повышается, и то, что минимальный уровень зарплаты у нас стал, был 320 в прошлом году, а стал 355, то есть на 35 евро или 11 процентов, это, конечно, скажется на средней зарплате. Другой вопрос, что сейчас уже есть такие умельцы, которые пытаются там снизить по трудовым договорам время занятости, чтобы не повышать зарплату, но средняя зарплата повышается за счет того, что растет зарплата в отдельных отраслях. Прежде всего она растет там, где сильные профсоюзы. Скажем, достаточно серьезно растет зарплата, скажем, унарских энергетиков. По словам Владимира Вайнгарта, слова о том, что кризис миновал – истинная правда. Но при этом мало кто обращает внимание на то, что позитивные показатели государства обязаны своим появлением обычному жителю Эстонии, для которого экономическое бремя стало гораздо тяжелее. Также экономист высказал оптимизм по поводу нынешнего года. По его словам, больше государственных диверсий, вроде открытия рынка электроэнергии, не предвидится. К тому же через год последуют парламентские выборы, и вряд ли власти страны будут принимать непопулярные решения. Елена Соломина, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова